Мир вам, дорогая Церковь! Я всех приветствую! И мы говорим также шалом! И благодарю Господа за еще одну возможность, особенно в праздничный день, когда я могу быть здесь, на этом месте, чтобы вместе с вами поклониться и прославить Бога Израиля. И иметь благословение, когда открываем Священное Писание, учиться у Иисуса, чтобы стараться изменять свою жизнь в соответствии с Евангелем. И многие события потрясают нашу жизнь. И бывает нам тяжело сфокусировать свое внимание на сути нашей веры. Как мы живем? Какова наша вера? И бывает мы теряем понимание реальности, но и тогда Господь являет свою благодать, что мы исследовали свои сердца, ибо это и есть благословение. И бежали каждый день наполняться маслом, потому что его может не хватить. Чтобы продолжать созерцать Божью красоту и, видя Божий свет, видя себя и свою нужду в нем, чтобы поклониться Господу. И не забывать, что Он царствует, потому вселенная тверда. И хоть это время смутное, в которое мы вошли, и видим, как Божие пророчества последнего времени совершаются наши глаза, но все же, чтобы не унывать и не паниковать и не ужасаться, но довериться Господу даже тогда, когда мы не понимаем, почему то или другое происходит в нашей жизни. Чтобы стать свидетелями Иисуса, солью и светом, чтобы люди не через наши слова, но через нашу жизнь увидели бы Спасителя. Я буду говорить очень быстро. И я сразу после проповеди должен буду покинуть вас, но, как сказал Божий Господа, благодарю братьев, все собрание, как единое целое, за эту возможность. Несмотря на то, что я много лет проповедую вашей церковью, по-моему, это в первый раз я на утреннем служении. С вами вижу, конечно, больше людей, но я верю, что мы не будем пропускать наше собрание, когда бы они не происходили, и ценить, потому что это также благословение для нас. Но я начну со свидетельств. Мы хотим поблагодарить вашу церковь за все молитвы, за всю поддержку служения Баттал. 23 года Господь даровал нам эту милость благовествовать Евангелие. И хоть спасение от нас не зависит, и Бог не нуждается в нашей помощи, но это нам благословение войти в Божие благословение, когда мы можем проповедовать о пути спасения, иметь сострадание к людям и плакать о погибающих душах, ибо без Христа Господа никто не спасается. Мы провели монгализацию в городе Кринвал вчера, и я не считаю и не люблю считать людей, но сказать тысячи – это мало. Тысячи людей. Также был у них свой день. Африкан-американс у них был праздник освобождения от рабства. Было очень много полиции. Мы раздали, наверное, более 400 трактатов. Были люди, подходили. Слава Богу, без инцидентов Бог благословил. Но свидетельства из города Бойзи, Айдага, просто как пример, когда мы вошли в один магазин, там зашли два кастумерс, и один был одет в одну футболку, я сейчас расскажу, и так просто такую футболку не одевают. Там были некоторые знаки. И когда мы подошли, я подошел, и я говорю этому человеку, он был с женой, говорю, что у меня для него добрая вещь. Какая добрая вещь? Ну, Иисус! Но я знал, кто он. И он так смотрит на меня и говорит, что я не понимаю, кто он есть, и тыкает на знаки на футболке. Это был сатанист. У него были сатанистские специальные знаки, и мы их очень много встречаем, и ведьм, и колдунов, особенно в Портландии. Мы в 19 штатах проповедуем по милости Господне. Но я говорю, я знаю, кто ты есть. Я знаю, но я хочу тебе сказать так же, чтобы ты знал, что Иисус разрушил дела дьявола на Голгофе. Знаете, как он мне ответил? Он сказал по-английски так, we'll see it. Мы еще посмотрим. Представляете? Вот они сражаются, они воюют, а просто обращаются к народу Божьему. У нас уже есть победа. Это не значит, что они нас не могут побить, или даже убить, но мы все равно побеждаем. Мы все равно победители во Христе, и мы должны сражаться в этой духовной войне. Но наше оружие, не американские ракеты, не германские танки. И Слово Божие, Слово Божие, будет и острый меч, это наше оружие. Но эти дары, которые мы имеем, мы не имеем права их закапывать, ибо знаем, что будет с таким рвом. Я просто говорю к вдохновению. Не все могут полететь в Африку. Не все могут поехать в Мексику. Не все могут выйти на улицу. Не все. Но все же желание, которое у Бога. Интересы, которые не Израиля, а интересы Царствия Небесного. И печаль, которая у Бога, что стали нашим печалем. Хорошо, друзья, буквально пару минут. Слово свидетель. Я хочу просто, чтобы мы прочитали. 12 глава, евреям, первый стих я читаю. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Я особенно хочу обратиться к тем, кто принял завет сегодня, вступил в завет с Господом. Вот слово свидетель. Кто такой свидетель? Ну, с юридической, гражданской стороны, это, наверное, тот человек и тот человек, который что-то увидел, что-то услышал, что-то знает. Он должен прийти и сказать точно, что он видел. Не придумывать ничего. Что он услышал, что он знает. Ну, это с юридической, гражданской стороны. А что Писание говорит? Кто такой свидетель? Христов. Тот, который имеет образование библейское. Это неплохо. Я всегда говорю, молодежь, братья, учитесь. Это всегда полезно. Если вы хотите посвятить свою жизнь Господу, служение церкви, учитесь. Но все же такой человек не свидетель. А кто, красиво кто проповедует? Вот он свидетель. Нет. А кто такой свидетель? И Писание говорит, что ты тот, который жизнью своей показал и доказал, что истина в христианстве. Люди прислушиваются к нам. Особо не неверующие. Вы думаете, они не наблюдают, как мы живем? Конечно, наблюдают, зная, что мы верующие. И когда мы отступаем от истины, даже в мелочах поступаемся, что мы потом бы не говорили, нам все равно не поверят. И вот этот стих, 12 глава, 1 стих, там стоит очень непростое слово, по-гречески мартис. Это не просто свидетель, это мученик. Это мученик. Я сейчас не учу искать мученичество, я не говорю искать гонение. Я тоже не хотел бы быть гонимым. И гонения в Америке пока нет, пока нет. Но это часть нашей жизни во кресте. Если мы готовы, вот те, кто степили в завет сегодня, готовы ли мы, не только к ним, умереть за Иисуса? Кто готов сегодня отказаться от комфорта, от амбиций своих? Если надо. Но если мы не готовы, мы не достойны Иисуса Христа. Вот в этом суть, быть свидетельными, как соль и сьет, умереть за Господом. Вот когда, читая Священное Писание, я заканчиваю. В следующий раз мы закончим эту тему. Господь позволит, буду жив, здоров. Вот когда читаешь о свидетелях, вот примеры Писания, история церкви, сегодняшняя церковь, гонимая, кстати, она всегда была гонимой. И вот смотришь на этих людей и проверяй свою жизнь. И думаешь, Господи, как ты далеко от них, правда? Как далеко, я себе буду говорить. Ну, знаете, что вдохновляет? Что подушевляет? Что они вот не автоматически стали свидетелями. Все мы рождаемся во грехах. И даже герои веры, все люди. Но Бог их сделал свидетелями. А как это произошло? Вот что объединяет все же? То, что однажды Бог оживил Слово свое в их жизнях. Бог оживил. И пришла новая жизнь. И Бог даровал веру. И они растворили это Слово, веру, которую Бог им даровал. И это как живая вода, она живая вода и есть, потекла всей ее жизни. И тогда, когда люди были неверными, они оставались верными. И тогда большинство говорило одно, но по неправде. Они все равно говорили по правде. Их притесняли, били, убивали. Но они оставались верными Богу. Вот это то, что объединяет нас. Я сейчас хочу сказать о том, вот тот первый день, когда жизнь наша поменялась, что все же мы служили Господу, чтобы Евангелие стало основанием нашей жизни, чтобы через нашу жизнь мы проставили Иисус. Поэтому в самом конце я выписал вопрос. На них мы постараемся ответить. Кто-то может быть сегодня, кто-то может быть через 10 дней. Она сказала, мы продолжим эту тему. А как я живу? Свидетель ли я? Хочу ли я стать свидетель? Но не то, чтобы пойти и сказать. Говорить тоже надо. Конечно, но все же, чтобы наша жизнь доказывала бы те слова, которые мы говорим. Свидетель ли я не словами о жизни? Что воплощаю я? Что люди чувствуют, переживают, когда встречаются с нами? Воплощаю ли я Евангелие? Серьезна ли моя вера? Сегодня, в принципе, проще, но и сложнее. Просто жить для Христа. Я сказал, к сожалению, мы отступаем в мелочах, и мы уже не понимаем, где главное, а где второстепенное. И мы же забыли важнейший. Суд, милость и вера. Хорошо, друзья. Пусть Бог благословит. Еще раз благодарю. Благодарю братьев, что позволили мне быть с вами. Пусть Бог благословит в этот праздничный день те, кто принял завет, вступил в завет с Господом. Сегодня день Отца. Но сегодня так же и многие плачут, как вот в этой церкви белорусской. Я должен был проповедовать вечером сегодня, но там похороны. Но я хочу все равно, когда мы молимся, мы плачем, конечно, просим утешения, но я хочу все равно вдохновить. Иисус воскресенье и жизнь. Если даже и мы умираем в Нем, погибаем, убивают. Просто я говорю, ну в Нем. Мы будем жить. Поэтому пускай эта надежда укрепит нас бороться дальше, в этой духовной войне стражаться, чтобы через нашу жизнь имя Христа проставилось и возвеличилось. Аминь. Благословясь Господь. Я оставлю нашу информацию. Канал называется Евангелие в последнее время на Ютьюбе. Мой друг, брат Высоцкий здесь. Если вы захотите поддержать это служение, в первую очередь молитвенно, конечно. Но если хотите поддержать, вы можете к нему подойти. Благослови Господь. И мы говорим шалом. Слава только Богу. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова